Постоянный представитель Украины в парламентской ассамблее Совета Европы Дмитрий Кулеба на связи со студией Настоящего Времени. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Видел уже ваш комментарий, что Милош Земон предложил Украине выплатить компенсацию, а вы сказали, что в ответ сказали, естественно, не согласившись, что за его спиной стоят некие кукловоды и режиссеры. А можете просто назвать этих людей, которые пытаются вернуть Россию в Совет Европы? С вашего разрешения я все-таки останусь дипломатом, отвечая на этот вопрос, потому что игра все еще продолжается, и мы будем готовы, я думаю, к более откровенному разговору уже после ее завершения. Но совершенно очевидно, что вся эта парламентская сессия октябрьская была спрограммирована... Месье Президент... Что-что? Была спрограммирована, извините, тут немножко была помех к связи. Да, была спрограммирована с созданием атмосферы в ассамблее, при которой были бы созданы необходимые условия для продвижения идеи о возвращении Российской Федерации в состав ассамблеи в январе 2018 года. И визит господина Земана, который известен своей пророссийской позицией, в этом плане является одним из элементов этого плана. Именно поэтому я и отметил, что это не просто случайный приезд, это часть срежиссированного видения того, куда должна двигаться парламентская... Кто аплодировал Милошу Земану после его предложения заплатить Украине за Крым или, может быть, наоборот, кто-то топал ногами? Расскажите. После этой реплики никто не аплодировал и не хлопал ногами. Эта реплика не получила прямой реакции из зала. Попытки и аплодисменты действительно были, но они касались других тезисов господина Земана, которые свою речь, посвященную, по сути, только одному вопросу о том, что нужно все простить России и развивать с ней равноправное сотрудничество. Так вот, эта речь была перемешана такими шутками, воспоминаниями из его личного опыта. Несмотря на все санкции, у Путина рейтинг 80% и что санкции лишь укрепляют позиции Владимира Путина в России, в то время как личный рейтинг самого господина Земана всего лишь 51%, но это при том, что против него и против Чехии никаких санкций нет. Вот в таком ключе юморил глава чешского государства. У меня два вопроса. Сейчас совсем серьезно. Как вы думаете, Милош Земан приехал с предложением, ну фактически, откупиться от Украины за аннексию Крыма? Это предложение, которое ему кто вложил в голову? Он сам это предложил? Или это с вами Кремль разговаривает так? Нет, я думаю, что господин Земан не прислал, не привез с собой политический сигнал и какое-то предложение о сделке. Он сказал то, о чем он реально думает. Это его взгляды, его убеждения. Отвечая, кстати, на вопрос о Крыме, он сделал акцент на том, что он выскажет сейчас свое личное мнение. Я не думаю, что это попытка России вести диалог с Украиной через господина Земан. Цель этого выступления, по моему мнению, заключалась в том, чтобы вернуть в дискуссию, которая происходит в ассамблее, и пророссийскую линию. Потому что до этого ассамблея была настроена строго анти-против Российской Федерации. В том смысле, что ассамблея была настроена требовать от России выполнять резолюции, принятые в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины. Если российская делегация вернется в ассамблею, не изменив сейчас ничего в отношениях с Украиной, то что? Разве вам бы не хотелось иметь возможность высказывать, в том числе и свои претензии, этим людям, депутатам Российской Государственной Думы лично? Я не думаю, что здесь нужно размышлять таким вопросом, как хотелось бы нам что-то или не хотелось бы. Если есть государство, в отношении которого констатировано серьезнейшее нарушение им своих обязательств перед Советом Европы и нарушением международного права, и потом Совет Европы разрывает глаза на все эти нарушения и говорит, ну ладно, проехали, забыли, возвращайтесь, то речь не только об Украине, речь о разрушении самого Совета Европы, потому что его слово не будет иметь никакого значения. И все дальнейшие резолюции будут иметь абсолютно нулевой эффект, потому что все знают, что достаточно нажать на правильные рычаги и можно отбиться от парламента. С любых претензий. Спасибо. Спасибо постоянным представителям Украины в ПАСЕ Дмитрий Кулебов на связи со студией Настоящего Времени. Спасибо большое.